В эфире информационная программа Шерейна, в студии работает АЕМ-ЖИНЕС. Здравствуйте! Большой праздник для нашего народа 16 декабря, в День независимости, жители города Семей во главе с Акимом области Абай Нурланом Уранхаевым возложили цветы к памятнику Карату Росгубекову. Мы стали независимым государством ровно 31 год назад. Вместе с Азатых мы определили направление развития страны. Наша граница закрепилась и мы стали государством с национальным духом. По этому случаю общественность города Семей возложила цветы к памятнику Карату Росгубекову и отдала дань уважения духу тех, кто боролся за независимость. В мероприятии приняли участие Аким города Семей Нурбул Нурсагатов, секретарь Маслихата области Абай Куанаш Сулейменов и свидетели декабрьского события ветераны и молодежь. Мы должны прославить жертв декабря, принесших нам независимость. В этом году мы будем отмечать 31 год нашей независимости. Мы всегда должны помнить о жертвах декабрьских событий, чтобы не была потеряна надежда на будущее молодежи. Чтобы прославить нашу независимость, каждый из нас должен упорно трудиться и внести свой вклад в развитие страны. Декабрьское восстание было восстанием, показавшим силу национального духа, идеалы патриотизма и мужества. Молодежь всегда должна помнить об этом событии, сказал Ерсен Мурадхан, студент университета имени Алихана Букеихана. 16 декабря – день подтверждения суверенитета страны. Такие патриоты, как Кайрат и Лязат, пожертвовали собой на пути к нашей независимости. Именно поэтому сегодняшняя молодежь не должна забывать про этот день. Я верю, что наш новый Казахстан создается благодаря этим героям. Мужество участников кровавых декабрьских событий, посвятивших себя борьбе за свободу и независимость Казахстана, должно оставаться в нашей памяти навсегда. Сегодня в здании Акимата города Семей состоялось внеплановое заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием Акима города Нурбола Нурсагатова. В заседании приняли участие начальники отдела ЖКХ, отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отдела образования Акимы сельских, поселковых округов и представители ОМПС ОП. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности населения на водоемах в зимний период 2022-2023 годы, о выполнении мероприятий гражданской защиты местными исполнительными органами, проведении капитального ремонта, арочных систем, дачных массивов Мирной, поселка Мирной и другое. В ходе совещания с докладами выступили представители руководства управления по чрезвычайным ситуациям и руководители отделов Акимата города Семей. По итогам заседания Аким города дал руководителям отделов несколько поручений по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Региональный семинар на тему «Религия и государство» проводится при организации управления социального развития области Абай. Цель семинара – укрепить сотрудничество между религией и государством, организовать надлежащее продвижение религии. В мероприятии приняли участие главный имам Духовного управления мусульман Казахстана по области Абай Аскар Абитаевич, сотрудник церкви города Семей Виталий Александрович, заместитель директора Академии противодействия религиозному экстремизму при Университете Нурмабарак Азамат Нугманович, директор консультативно-методического центра Паразат, психолог Интира Келмбековна, члены городских и районных информационно-разъяснительных групп, ответственные за религиофедение и руководители отделов внутренней политики Акиматов городов и районов. Сегодня вот у нас проходят мероприятия с одним большим символическим значением. На таких совещаниях мы много раз обсуждали вопрос укрепления законности в этой религиозной сфере. Профилактики правонарушений уделяли особое внимание духовной грамотности. Сегодня мы впервые проводим семинар в области Абай на тему религия и государства. В целом по области в настоящее время насчитывается 125 мечетей, 14 молитвенных залов. А во вновь созданном представительстве Духовного управления мусульман Казахстана в области Абай работают 174 религиозные деятели. Среди них 102 работника сельских мечетей, причем более 50 из них получают гранты под патронажем государства и ежемесячно финансируются. Это следует понимать непосредственно как заботу государства о религии. Надеюсь, что такая поддержка усилится и в предыдущие годы. В ходе семинара, который пройдет с 19 по 20 декабря, участники затронут несколько важных тем о взаимоотношениях религии и государства, важности религии в обществе. Айем Женес Сонг Артолом Хан Арлан Исаков, информационная программа Шарайна ТВК-6. С призами вернулись чемпионы Азии по шахматам среди учеников. В чемпионате, проходившем в Калтуре, Шерланка с 3 по 11 декабря приняли участие юные шахматисты из 12 стран. Подробнее смотрите в нашем следующем видеосюжете. Чемпионат Азии по шахматам среди школьников прошел в городе Калутра, Шерланка. В чемпионате принял участие мой сын из города Семей и возвращается в нашу страну с победой, чему я очень рад. Пусть таких побед будет очень много. Сегодня мы прибываем в аэропорт с большой радостью. Думанулу Султан Бибарес, Думановна Альфараби возвращаются с чемпионата с победой. Мы всей семьей собрались тут встретить их с радостью. Султан Бибарес побывал во многих странах и городах. На этот раз он отправился в Шерланку и вернулся с золотой медалью. Нашей радости нет предела. Султан Бибарес завоевал золото турнира в Блице среди спортсменов в возрасте 13 лет из 12 стран. В турнире по классическим шахматам также занял первое место по своему возрасту, а по рапиду стал бронзовым призером. Также в Абудайбе занял первое место среди спортсменов из 32 стран чемпионата до 16 лет, в котором участвовала сестра Султан Бибареса Альфараби Думановна. Только что недавно проходил чемпионат Азии среди школьников в Шерланке, в городе Калапутра, в отеле «Цитрус». Там были участники 12 стран. Я занял первое место по классике, по Блицу и третье место по Блице. В Абудайбе был турнир до 16 лет. Это был международный турнир. Там участвовало 32 страны. И можно сказать, это был чемпионат мира, потому что там было 32 страны. До 16 лет, друзья, девушек я заняла первое место. Там играли вместе с мальчиками, мастерами, просто с мастерами. И турнир был достаточно тяжелый. В итоге там было много партий, где была нечаянная позиция с мужчинами. Но я не соглашалась, хотела выиграть. И в итоге оказывалось, что я проиграла. Но всех девушек, которые там были, я выиграла. И поэтому мне на первое место. Шахматный спорт стремительно развивается в стране. Мы надеемся, что в будущем из нашей страны выйдут лучшие шахматисты. Такие, как Анатолий Карпов и Гарри Каспаров. А ямжин из туалета Казинов Арлан и Цаков ТВК-6. Административный центр области Абай «Город Семей» готовится к Новому году. На детских площадках набережной семьи появились герои полюбившихся мультфильмов. Все сказочные персонажи мультфильмов «Смурфики», «Винни-Пух», «Кунг-Фу-Панда» создают атмосферу праздника на зимних общественных детских площадках. В Театре имени Абая нашего города прошла новогодняя благотворительная акция для детей-инвалидов, организованная Центром специального социального обслуживания города «Семей» области Абай. Подробнее смотрите в нашем следующем видеосюжете. В Театре имени Абая нашего города прошла новогодняя благотворительная акция для детей-инвалидов, организованное Центром специального социального обслуживания города-семей области Абай. На праздничном мероприятии исполнялись различные концертные номера. Также участвовали Дед Мороз и Снегурочка. Область Абай. Основным направлением нашего центра является социализация и интеграция получателей услуг нашего центра об обществе. В этом направлении мы организовываем для наших получателей услуг различные спортивные секции, творческие кружки и, конечно же, проводим такие культурно-массовые мероприятия. Большое значение уделяем таким мероприятиям, как День защиты детей. Проводится целая декада мероприятий. Это и благотворительные обеды, это и праздничные концертные программы, и посещение музеев города, биологического центра и так далее. И, значит, следующее мероприятие такое масштабное – это у нас День инвалидов. На этом мероприятии мы также проводим благотворительную акцию «Твори добро», где обеспечиваем благотворительной помощью нуждающихся, малообеспеченные семьи и так далее. И, конечно же, Новый год. Новый год у нас каждый год традиционно проводится в Театре имени Абая. К сожалению, два года у нас было карантинное ограничение. И вот, наконец-то, в этом году мы опять собрались в этом уютном зале нашего театра, который нам любезно предоставил бесплатную такую новогоднюю акцию. Также для получателей услуг мы организовываем поздравления на дому. Это у нас лежачие дети, 40 детей. Ежегодно сами сотрудники организовывают праздничную программу и выезжаем на дом к ним, на дому поздравляем. Для получателей услуг старше 18 лет мы организовываем дискотеки, новогоднюю дискотеку. И, значит, в этом году 10 детей у нас планируется посещать елку Акима города. На данном мероприятии все дети были обеспечены разными подарками. Айим Джинес, Довлет Айкезинов, Арлан Исаков, информационная программа «Шарейна», ТВК-6. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова